В пути 16 лет у нее врожденное ДЦП. Девочка не может ходить. Ее руки часто не слушаются. С трудом разговаривает. За свою жизнь она перенесла несколько операций. Прошла не один курс реабилитации. За ее здоровье боролись в разных городах и даже странах. Сейчас мама уже смирилась с горькой правдой. Знает, что дочь не вылечить и в семье просто стараются сделать все, чтобы ей не стало хуже. Но девочка взрослеет и с каждым годом ухаживать за ней все сложнее. Пока была маленькая, как-то справлялись мы сами. Таскали везде. По больницам, по всем. Чем старше стало, тем стало тяжелее. И нам потребовались уже дополнительные технические средства, чтобы как-то облегчить и нашу жизнь, и ее жизнь. Семья со средним достатком. К тому же мама не может отойти от дочки. Так что про устройство на работу женщине пришлось забыть. Поэтому собственных денег на покупку необходимых, но очень дорогих средств, которые помогли бы Анюте в ее тяжелом состоянии, нет. Обратились в комплексный центр, чтобы нам выделили кровать функциональную, чтобы как-то можно было руки, ноги поднимать. Вот выделили нам вот эту кровать. Кровать шикарнейшая. Вот так вот полулежа сделать, покормить ее тоже было очень хорошо. И сейчас, в принципе, ноги, чтобы не затекали, вот тоже. Анюта в основном лежит, но только в таком положении постоянно ей находиться нельзя. Так называемый параподиум помогает девочке хоть иногда вставать на ноги. А чтобы вертикализация была вот у нее самостоятельно, вот она стоит в нем. Потому что мышцы как-то спины, потому что сколиоз еще образовался у нее. И вот она как-то вот себя держит и тренируется. Такой вот параподиум стоит больше сотни тысяч. Конечно, не у всех семей есть возможность приобрести подобный тренажер. Этот выделили Анюте в рамках программы «Доступная среда для инвалидов». Только в этом году на такие добрые дела в области выделили почти 5 миллионов рублей. Оренбуржцы с ограниченными возможностями уже получили 288 технических средств. Это и функциональные кровати, специальные столы, сиденья в ванну и другие очень важные, а порой спасительные для этих людей вещи. Реконструкция жилых помещений инвалидов-колясочников, обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень. Это оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами в связи с приобретением детских реабилитационных костюмов «Атлант», «Адели». Это помощь в связи с приобретением корригирующих очков, протезно-ортопедических изделий. А также это возмещение расходов, связанных с проездом инвалидов, спортсменов-инвалидов, например, на различные виды спортивных состязаний, соревнований, либо инвалидов по зрению в реабилитационные центры Всероссийского общества слепых. В Министерстве социального развития отметили, что до конца года будет реализовано еще полтора миллиона. И уже закуплено 98 средств реабилитации. Но программа «Доступная среда» не ограничивается только выделением индивидуальных средств помощи. Уже само слово «доступная» говорит о том, что ее задача – расширить мир для этих людей, большинство из которых вынуждено все время проводить в четырех стенах. Большую роль в этом играют комплексные центры соцобслуживания по месту жительства. Например, Анюта относится к Северному округу. Если девочку нужно отвезти, например, в больницу, к ее дому подъезжает специально оборудованный автомобиль. Марина Строкова, директор комплексного центра социального обслуживания, говорит, людям с особенностями здоровья помогают как и чем могут. Кстати, и сам центр в этом плане становится все более удобным для инвалидов. В рамках реализации программы «Доступная среда» учреждением была реконструирована входная зона учреждения. Это был сделан пандус для инвалидов-колясочников с поручнями. Также у нас организована кнопка вызова. В центре есть электроподъемник, тактильные плитки, мнемосхемы. Слепые люди в этих коридорах не теряются. Все приспособлено, говорят специалисты. А есть вот такая у нас волшебная вещь? Уважаемый посетитель, вы находитесь в здании государственного бюджетного учреждения социального обслуживания. Есть кнопочки. Тонкая пунктирная линия обозначает пути движения маломобильных групп населения. В Министерстве социального развития понимают того, что уже сделано и что имеется в наличии. И, конечно же, недостаточно. Но работа по программе «Доступная и комфортная среда» продолжается и расписана вплоть до 2024 года. И, кстати, все, кто нуждается в помощи и поддержке, всегда могут позвонить по единому социальному телефону 770303. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время.